Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, там за кадром сидит Женя. Привет! В эфире наша еженедельная воскресная рубрика «Сладкие новости», и я хочу сегодня всех поздравить с наступившим уже летом. Нам тут на днях привезли первый дачный свой урожай клубнички, поэтому ждите скоро рецептов клубничных, всяких разных, на нашем канале. Тюменская компания ищет дегустатора бургеров на зарплату до 80 тысяч рублей. Есть такая сеть бургерных Tesla Burgers. Они сами из Тюмени, но сейчас уже работают по всей России. И вот у них появилась такая вакансия дегустатор бургеров. Вакансия настоящая, вот она есть даже на Headhunter. Блин, надо на нее откликнуться. Я уже откликнулась. Да, серьезно. Мне кажется, это классный пиар для бренда. А есть ли такая вакансия в реальности или нет, это вопрос, но на самом деле она может быть, потому что это, по сути, лицо бренда. То есть человек, который будет есть в их ресторанах, да еще и об этом рассказывать в своих соцсетях. Выгодная вакансия, на самом-то деле, получается тебе и контент, и реклама. Это как амбассадорство, значит? Ну, типа того, да. Вот бы стать, например, дегустатором каких-нибудь пляжей или спа. Я могу стать, например, дегустатором шуб или отелей в горах. Если у вас есть предложение, пишите нам на почту, мы почти на все согласны. Лабораторные испытания показали, что не все производители мороженого добросовестны. Раскачество привело лабораторные исследования и выяснило, что в некоторое мороженое ламбир вместо молочного жира добавляется растительный. А такого быть, конечно, не должно. Мороженое вообще не может быть с растительным жиром, получается? Может, но тогда это должно быть указано в составе, и цена, соответственно, должна быть ниже. А сейчас получается, что покупателей просто-напросто обманывают. Страдающая от лишнего веса женщина отказалась от диет и сбросила 25 кг. Это история одной британской женщины, которая перепробовала кучу диет, и они, конечно же, ей не помогали. В перерывах между диетами она, конечно же, срывалась, ела все подряд и еще больше набирала в весе. Похожа вообще на классическую какую-то историю похудения. Да, именно. Потом она получила новую работу, поняла, что лишний вес мешает ей двигаться по карьерной лестнице, и не только карьерной, кстати. Ну, Жень! Простите, я просто не мог удержаться. В общем, она решила начать, наконец, правильно питаться, то есть не пропускать приемы пищи, есть хорошую здоровую еду, а всякие гадости позволяла себе лишь один раз в неделю. И, кстати, она еще начала ходить в бассейн. Вот это я поддерживаю, это правильно. По итогу, за год она сбросила 25 килограмм. Изначально, кстати, она весила 111 килограмм. И что же мы можем вынести из этой истории? Что надо ходить в бассейн. Во-первых, конечно же, нужно ходить в бассейн. Во-вторых, наверное, лучше не изнурять себя лишними диетами и ограничениями, ведь, как показывает практика, они часто приводят к ухудшениям. Лучше всего выработать в себе привычку правильно питаться. Еще некий буст дает смену обстановки, как в данном случае с этой женщиной, потому что она поменяла работу. И когда появляется дополнительная мотивация работать над собой. И в плачешко влезть в новое, в офисное. Про это она, кстати, тоже сказала, то, что ей теперь не стыдно ходить по магазинам, потому что это такое. Она в любые джинсы залезет. Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров сидра, от которого погибли люди. Эта новость ужасная, она грустная и плохая, но не сказать о ней мы просто не можем. Что случилось? Люди купили в магазине сидр, мистер сидр, вот этот вот, и начали массово попадать в больницы и умирать. Всего погибло около 30 человек в регионах, близких к Тамаре. Оказалось, что в составе сидра был метанол, который для человека является ядом. Здесь стоит отметить, что хорошо сработали органы. Роспотребнадзор за несколько дней уже изъял из оборота 70 тысяч литров этого спирта. Это очень много. И уже установили имена и фамилии всех потенциально виновных. И кто сейчас по их версии виноват? Последняя инфа такая. В 2012 году Самарское МВД во время проверки изъяло контрафактный метиловый спирт и отправило его к себе на склад. Совсем недавно местные предприниматели договорились с сотрудником МВД, сотрудником полиции и похитили 6 тонн этого спирта со складом. Потом продали его какому-то другому предпринимателю. А тот, в свою очередь, продал его уже хозяину, тому, кто изготавливал мистер Сидор. Все это было явно без документов. Ну или документы были поддельные. А вообще же, по идее, в Сидоре не должно быть спирта. Это же продукт естественного брожения, правильно? Конечно, да. И у нас в стране уже давно работает система ЕГАИС, которая как раз позволяет проверить, не контрафактный ли алкоголь вам продали. Поэтому пользуйтесь ей, пожалуйста. Цена на чашку кофе за год в общепите выросла на 6%. Средняя цена за чашку кофе в ресторанах и кафе России выросла за год на 6% и составляет 175 рублей. Больше всего кофе пьют, конечно, в Санкт-Петербурге, в Москве, Екатеринбурге и в Краснодарском крае. А самый популярный напиток – запучина. Насколько я знаю, кофе вообще же самый маржинальный продукт в ресторанах и говорят, что там вообще 200, а то и 300% накручивают. Ну, это нормально, это же рестораны. Было бы странно, если бы в ресторанах и кафе продавали блюда и напитки по себестоимости. Поэтому, если мы захотим попить кофе подешевле, мы его сварим дома. В Семянской области задержали пенсионерку, перевозившую наркотики в карасях. Едет себе 70-летняя, ранее судимая, бабушка-пират, спокойно по трассе, тут ее останавливает полицейский. Капитан Карпов Николай Александрович, откройте, пожалуйста, багажник. Пожалуйста, отвечает старушка. Что везете? Милок, ну ты не видишь, что ли? Вот караси я везу. У меня внучок наловил, я их собрала. Загрузила в багажник и родственникам в тюмень свои снохи я везу. А в карасях что? А в карасях, милок, 800 грамм. Дачников могут наказать за продажу урожая в Волгограде. На самом деле это новость не только Волгограда, но и всей страны. У нас сейчас начался дачный сезон, и это очень важно знать. У нас есть определенные законы, которые нужно соблюдать. И законы эти созданы не для того, чтобы насолить дачникам, а для того, чтобы обезопасить покупателей, чтобы не было таких ситуаций, как сидром, например. Ну, понимаете, да? В общем, дачникам можно продавать свой урожай только в специальных местах. Например, на рынках или на специальных ярмарках. В транспорте или просто на улице делать этого нельзя. Еще можно продавать урожай друзьям, можно сдавать его в магазин, то есть продавать в магазин, и даже можно выкладывать на Авито. А налоги платить нужно? Нет, налоги платить не нужно, но нужно доказать, что это на самом деле твой урожай. Ну, например, можно взять справку из СНТ и доказать, что ты не используешь наемную силу для его выращивания. Внуки и муж здесь не считаются, их можно. А еще нельзя продавать грязный урожай, гнилой или просрочный. За это могут оштрафовать. Нормальные, в принципе, требования, ничего сложного. Согласна. В Копенгагене набирает популярность пивная йога. Существует очень много видов йоги. Есть йога в гамаках, есть фитнес-йога, есть дыхательная йога и даже йога для лица. И вот сейчас появляется новое направление – пивная йога. Люди занимаются на свежем воздухе и попивают пивко. Говорят, что на йогу обычно ходят мал мужчин, и мне кажется, что с пивной йогой здесь все как раз наоборот. Так-так, и где записаться, куда идти нужно? А ты уже готов, да? Пока это все в Европе, в России я про пивную йогу еще не слышала, но у тебя есть шанс стать ее организатором. Точно займусь. Кстати, я еще слышал, что есть йога с козами, где прямо к тебе скачут маленькие козочки, на спину залазить, все такое. Да, кстати, такое есть. Я слышала про нее, даже в видео как-то смотрела. Это получается такой больше не йога, а контактный зоопарк с физической активностью такой. И мне кажется, это очень круто. Предлагается обязать продавцов продуктов питания дополнительно указывать цену за 1 килограмм или 1 литр товара. Напишите, пожалуйста, в комментариях, раздражает ли вас, когда в пакете молока не 1 литр, а 900 миллилитров. Или в бутылке газировки не 0,5, а 0,45, или в кассете яиц не 10 яиц, а 9, например. А возвращаясь к этой новости, по заголовку вы могли подумать, что скоро это все изменится, но нет. Ведь законопроект предполагает, чтобы дополнительной строчкой на ценнике была написана цена за 1 килограмм или 1 литр. В общем, если его примут, магазины будут просто печатать ценники с дополнительной строчкой. И все. Кстати, некоторые магазины и так этим давно уже занимаются. В этом вопросе я лично на стороне производителей, потому что зачастую потребитель берет то, что дешевле. Или вообще по акции. А те производители, которые делают более качественный товар, а соответственно более дорогой в производстве, уже находятся в сложном положении. Вот им и приходится переходить на такие уловки, чтобы продолжать конкурировать с дешевыми товарами на одной полке. То есть ты считаешь, что этот законопроект просто бесполезный? По-моему, абсолютно бесполезный, да. Ведь бизнес – это та штука, которая может подстроиться вообще под абсолютно любые условия. Поэтому ничего именно этот закон глобально не изменит. А я не согласна. Я считаю, что для потребителей это будет очень полезно. Я, например, сама все время смотрю, если в магазине, там, в Ашане, например, есть строчка, да, они пересчитывают килограмм или литр. Я все время смотрю, особенно если ты берешь, например, какие-то орехи или что-то такое на россыпь, и я реально смотрю, чтобы мне лень калькулятор доставать и считать, а в уме я это плохо делаю. Поэтому мне это было бы очень полезно. И мне кажется, не только мне одной. Ты сравниваешь те орехи, которые на россыпь ты можешь насыпать сама, в смысле, или те, которые уже упакованы. Но те, которые упакованы, они, скорее всего, уже как-то обработаны. Плюс там сама упаковка сколько стоит. И они, скорее всего, лучшего качества, чем те, которые на россыпь. Воры стали похищать пчелиных маток при помощи квадрокоптеров. В Англии придумали крошечные квадрокоптеры, с помощью которых воры залетают в пчелиные улья и похищают самое его сердце, пчелиную матку или пчелиную королеву. Ну и за ней потом улетает весь улей. Получается, что сами ульи, оборудование и мед физически никто не трогает. Но зачем это все нужно, если там не остается ни одна пчела? С ума сойти. И прям много так воруют? Да, там прям целое ОПГ уже. И говорят, что с 2011 года так украли уже более миллиона пчел. Интересно, а кто их ворует? Может, эта банда труднее? Труднее могут, да. Но на самом деле это прям хорошие примеры, как технологии могут навредить, если попадут не в те руки. Холодный прием. Врачи считают окрошку одним из самых полезных блюд. И это, пожалуй, лучшая новость на сегодня. Короче, некоторые люди думают, что окрошка – это очень вредно. Представляете? Как вообще можно такое думать про окрошку? Я не знаю, но там типа смешивают слишком много продуктов, и поэтому потом может болеть живот. Это их аргументы. Так вот, врач, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов сказал, что окрошка имеет близкий к идеальному составу для питания человека. В этом блюде есть все, что нужно для нормальной жизнедеятельности. Это углеводы, например, картофель, белки, жиры, яйца и мясо, клетчатка, огурцы, редисы и картофель. А еще в окрошке очень много витаминов. А вы, кстати, с чем едите окрошку? С квасом или с кефиром? Напишите в комментариях. 2 июня в России отметили праздник День здорового питания и отказа от излишеств. Есть такой праздник, я раньше даже не знала о его существовании. Его придумали в противовес американскому празднику, который называется День обжорства. Вы понимаете, чем люди в этот день занимаются. Они жрут и лежат, и все. Праздник напоминает о том, как важно правильно относиться к еде. Ведь она может дать нам силы и здоровье, а может и забрать. Так что, друзья, давайте любить свой организм и заботиться о нем. Забирайте правильное, здоровое и сбалансированное питание. Вот такие у нас новости на сегодня. Всех люблю, целую, скучаю, желаю вам прекрасного лета. И увидимся в следующее воскресенье. Пока! Пока!